всем привет дорогие друзья с вами на связи марина хмеловская сегодня мы разберем вопрос что делать если я начинаю учиться или выходить на работу а мой ребенок постоянно болеет оставайтесь со мной до конца в этом видео и узнаете все лайфхаки и секретики и так очень часто получаю такие сообщения от наших прекрасных зрительниц марина только пойду куда-то учиться ребенок заболевает марина только хочу выйти из декрета начать работать что-то случается с ребенком и это на самом деле очень распространенная ситуация но и ответ почему так происходит тоже очень легок и лежит на поверхности дорогие девушки я хочу обратить ваше внимание на то чтобы вы глубинно погрузились внутрь себя и увидели программу я плохая мама программу которая заставляет вас выбирать между работой реализации и ребенком программу которая заставляет вас испытывать чувство вины когда вы начинаете идти в сторону раскрытия своих талантов вот эта мамская часть начинает вам говорить зачем ты пошла учиться зачем ты пошла работать твоего внимания ребенку мало а ты плохая мама ты не уделяешь ребенку достаточно внимания и это формирует вашей реальности то что ребенок начинает болеть подсвечивая вам эту программу и возвращать вас семью к себе и ответственность на том что так происходит только на вас милые девушки потому что вас пространство заставляет увидеть вот этот внутренний конфликт который вас находится что делать спросите вы во первых задайте себе вопрос а чьим голосом моей голове этот кто-то говорит что я плохая мама если я вдруг начну работать или реализовываться или открой свой бизнес или пойду учиться и это займет часть моего времени который раньше я уделяла ребенку и наверное вы обнаружите что это какая-то значимая фигура для вас скорее всего мама или какая-то подруга которая является для вас авторитетом сидит дома с детьми и осуждает всех других женщин которые например работают либо взяли няню рано либо сдали рано ребенка в садик даже как-то звучит странно до сдали ребенка в садик определили но вы должны понимать что все очень индивидуально вы должны отследить что этот голос вашей голове управляет вами как бы вычленить его из своей головы и начать управлять им и если это мама то сказать ей здравствуй мама я вижу тебя мама до свидания мама и мысленно энергетически мамами сказать до свидания и выдворить ее из своей головы то же самое посмотреть на свою подругу и просто осознать что у нее своя жизнь свои выборы и если и и соки сидеть дома с детьми прекрасно но это ее жизнь а ваша жизнь другая если у вас есть внутренний импульс обучаться работать создавать бизнес и масштабироваться проявляться в социуме и цуки и идите за своим импульсом мы все разные мы все равны но мы все разные и вы не плохая мама вы хорошая мама да вы не идеальная мама но вы хорошая мама и я себе точно также говорю когда у меня много работы и дети подходят ко мне говорят мама ну когда ты перестанешь уже работать я глядя им в глаза говорю любимый когда вы меня выбирали мамой вы знали в какую семью вы идете вы знали насколько для мамы и для папы важно служение людям важно передавать знания как много для нас имеет значение работа мы вас очень сильно любим мы вас обожаем да мы не идеальные родители но мы хорошие родители и вот сейчас я закончу работу и потом мы с тобой два часа будем играть проводите со своими детьми время качественно лучше вы проведете с ними час или два полностью погружаясь в их игры или где-то развлекаясь в лунопарке или купаясь в бассейне чем вы будете с ними целый день но например с телефоном энергетически вы не будете включены своего ребенка более того ваши дети счастливы тогда когда счастливы вы почему случается синдром опустевшего гнезда это в психологии называется синдром когда дети выросли вышли из гнезда а родители как бы остались вроде бы как ни с чем они возвращаются в пустой дом у них печаль у них тоска потому что детей нет неком заботиться все гнездо пустое они впадают депрессии те родители почему не впадают вы не задавали себе никогда вопрос а я вам скажу потому что у родителей не было своей жизни и не было того что их склеивает между собой как мужчину женщину кроме детей и тут этот клей испарился дети вышли из гнезда а у родителей своей жизни нет своих интересов нет между ними ничего нет конечно они тогда сталкиваются с депрессией с печалью если бы у родителей своя жизнь била ключом как это работа интересные проекты общения хобби до родители были бы только счастливы что слава богу дети выросли и уехали из дома ура свобода попугаем у меня много таких друзей которые вырастили своих детей и говорят сейчас самое прекрасное время мои дети уже взрослые у них свои семьи а я молодая мне всего лишь 50 или 50 с хвостиком и я наконец-то могу ездить куда я хочу я наконец-то могу заниматься чем я хочу и работать там где я хочу в полной мере мере не переживая за детей это говорит о том что в принципе энергия гармонично шла между родителем ребенком поэтому дорогие девочки ваша мантра после этого видео я не идеальная мама но я хорошая мама и я разрешаю себе заниматься собой реализовываться давать себе время на отдых на обучение на какие-то проекты и когда я это выбираю мои дети становятся только счастливее потому что у счастливой мамы счастливы дети дети смотрят на вас что мама есть свои интересы своя жизнь и они учатся у вас это они учатся у вас яркости жизни а чему дети могут научиться когда мама в жертвы когда мама в чувстве вины когда на всю себя посвящать только детям и семье но ваша роль не только мама я своим детям говорю любимые смотрите ваша мама для вас мама но ваша мама еще друг для других людей и учитель у меня есть роль учителя и роль жены и роль дочери для своей мамы роль подруги и много много других ролей и у меня вокруг очень много людей с которыми я общаюсь из разных ролей я не только ваша мама я еще чья-то подруга жена дочка учитель и так далее и другие люди тоже хотят со мной повзаимодействовать и я как бы доношу до своим детям что мир не вокруг никто них только вертится что мама есть свои интересы все должно быть в гармонии в балансе если я устала и гури дети все я сегодня играть с вами не буду я устала я хочу полежать это про заботу обо мне и моем ресурсе это про честность и таким образом я своих девочек учу потому что it's ok отдыхать когда ты устал it's ok быть в разных ролях с разными людьми заниматься своей реализацией дети мои с восторгом смотрят как много людей нас любят как со многими людьми мы общаемся что мы учителя что мы известны и я счастлива и мои дети счастливы в том числе поэтому дорогие девочки я желаю вам счастья и желаю вам осознать эту программу я плохая мама да и вот это чувство вины которая поднимается если вы идете в свою реализацию и соединить соединить эти две вещи внутри себя я хорошая мама и я имею право реализовываться и положить эти два аспекта свое сердце с вами была марина хмеловская если вы хотите поддержать наш youtube канал вы можете это сделать по ссылочкам под этим видео стать нашим патреоном ежемесячным нашим спонсором получить за это классные программы и тренинги либо единоразово внести свой платеж и которые мы потратим на развитие нашего youtube канала спасибо вам большое